Один из самых громких диско-хитов YMCA группы Village People сначала обзавелся довольно кривой официальный пиар историей, а после и вовсе оброс множеством небылиц, вплоть до связи с секс-меньшинствами. Скажу больше, я тоже далеко не сразу узнал правду. Но кто ищет правду, тот ее непременно находит, тем более что реальная история, особенно предыстория появления хита на свет, в тысячу раз интереснее. Более того, интереснейшая история одного из самых громких диско-хитов берет свое начало аж в девятнадцатом веке, с периода глобальной индустриализации. Но для начала пара слов о самой группе. Итак, в 1977 году продюсеров Жака Морали и Генри Белола занесло на костюмированную вечеринку в Нью-Йорке, где круче всех в костюме индейца зажигал один из будущих персонажей группы. Он, кстати, им и пригодился, поскольку в тот самый момент они действительно искали идею для своего нового музыкального проекта. Как и следовало ожидать, пати завершилась мозговым штурмом на тему «Хорошо было бы сколотить диско-группу с самыми популярными персонажами, внимание, сексуальных ролевых игр». И уже на следующий день в газетах появилось объявление «Разыскиваются усатые мачо, умеющие петь и танцевать». В результате довольно быстро был собран состав из ковбоя, полицейского, строителя, байкера, морпеха и того самого индейца. Идея дико понравилась клубящимся нью-йоркцам и не только благодаря образам для сексуальных утех, а еще и потому, что название группы Village People, хоть и переводится дословно как «селяне» или «деревенщины», на самом деле никак не связано с американским сельским хозяйством, а упоминает район Нью-Йорка Greenwich Village, где проходили самые громкие тусовки американской богемы. Как-то проезжая по центру Нью-Йорка, парни увидели офис юношеской христианской ассоциации YMCA, основанной еще в 1844 году. Во все времена деятельность этой организации была направлена на поддержку талантливой молодежи. Кстати, у YMCA были последователи даже в России. Членами и меценатами YMCA были Александр Скрябин, Сергей Рахманинов, Анна Павлова и Иван Бунин. Внимание же продюсеров группы Village People привлекла специальная программа YMCA, направленная на поддержку сельской молодежи, переезжающей в крупные города. Эта программа разрабатывалась еще во времена глобальной индустриализации Соединенных Штатов для подготовки детей-фермеров к получению технического образования, ну и обеспечения стремительно разраставшейся американской промышленности рабочими руками. Для того по всей Америке YMCA строили общежития, оборудованные столовами, библиотеками, спортзалами, так необходимыми для облегчения ассимиляции переезжающих. Жаку Морали настолько понравилось фонетическое сочетание букв YMCA, что он просто настоял на том, что эти буквы необходимо спеть. Ну и, конечно же, попутно прославить то, как здорово быть участником программы поддержки талантливой молодежи. А вот теперь крайне полезная информация для тех, кто считает, что песня стала популярной исключительно благодаря американским секс-меньшинствам. На самом деле, путь к популярности песни начался даже не с клубов, ведь изначально костюмированная группа просто выступала в клубах с каверами чужих известных песен, своего хита не имея. И когда уже появилась идея песни YMCA, Жаку Морали намертво зарубился на необходимости писать песню именно на Sigma Sound Studios в Филадельфии, что, по правде говоря, его компаньону Анри Белол оказалось бессмысленной, необоснованной тратой денег. Ведь можно было записаться не хуже, на студии попроще. Но именно на Sigma Sound Studios в те времена записывались самые перспективные и амбициозные проекты. Еще после первого часового живого концерта Билли Джойла, записанного на Sigma, студия стала своеобразной меккой для начинающих перспективных музыкантов. Даже Дэвид Боуи спустя два года специально приезжал на Sigma, чтобы записать там часть своего альбома Young Americans. К тому Жака так сказал. Ну и что, что в случае неудачи я стану банкротом? Зато Village People выйдет из безликой тусовки клубных кавер-групп и станет в один ряд с будущими легендами. Как вы понимаете, Жака сделал самую правильную ставку своей жизни. Уже во время записи вокала Виктора Уиллиса, фронтмена группы и соавтора песни, на студии их заметили агенты Касабланка Records и предложили хороший контракт. А поскольку в тот период Касабланка была одной из компаний конгломерата Warner, едва готовый мастер вышел из консоли, непременно нарезанный промо-тираж сингл разлетелся по всем радиостанциям подконтрольным корпорацией Warner. Да, самое интересное, как на песню отреагировали в руководстве YMCA. Поскольку пиар-служба Касабланка Records при разработке пресс-релиза решила внедрить в историю создания некую связь с секс-меньшинствами, да, это было написано в официальных пресс-релизах, YMCA сначала попытались возмутиться, но поняв, что уже не могут остановить этот инфошум, сделали вид, что такой песни просто нет. Знаю, многих эта история даже разочаровала, ведь люди так любят верить в какую-нибудь хрень из лжи и небылиц, это я вижу по комментариям к другим историям, но ведь правда иногда гораздо интереснее и полезнее, но если вам привычнее верить в эту самую хрень, никто вам не мешает продолжать жить в мире розовых пони. Ну и напоследок. Наконец-то проект «Откуда ноты растут» выходит на новый уровень и я готовлю к запуску новые проекты и новые форматы. А потому, разумеется, далее проект будет существовать не только за счет моих средств. Непременно появятся рекламные интеграции, уж смиритесь с этим, но поскольку я являюсь одним из самых опытных в России креативных продюсеров, уверен, рекламные интеграции не будут напрягать вас, а скорее даже окажутся интересными и полезными. По всем вопросам рекламных интеграций обращайтесь в Телеграм, ссылочка в описании этого ролика. И на сегодня пока все, все остальное скоро в Телеге и здесь, на канале «Откуда ноты растут». Всегда ваш Николай Крупатин.